Приветик всем! Снимаю видео о коробочке Magic Box в апреле месяце. Наконец-то сбылась моя мечта, я сумела поймать свой первый Beauty Insider Magic Box. Коробка вот такая, в виде шкатулки, всем, наверное, известная. Я вытащила заранее, потому что достаточно скрипучая и трудно открыть одной рукой. Вот так была заклеена бумажка печатью. Давайте смотреть, что внутри. Здесь вот куча этих открыток, какие-то купоны на скидку. Я все это дело пропущу. Аромат от марки, которую я не выговорю. Надеюсь, вам видно будет. Описывать тоже не буду. Это селективная парфюмерия. Написано, что 12 тысяч стоит приблизительно один флакон. Здесь ориентировочные цены указаны. Я так даже не разобралась, какой из этих ароматов достался мне, честно говоря. Мицеллярная вода, цветочные воды розы и василек от Милвитые. Но, я так понимаю, кому что попадется в составе. Мицеллярная вода. Вот видите, какие цены. Очищающая мицеллярная вода. Бережно снимает макияж, тонизирует за один шаг. Ну, василек и розы. Это такие гидролаты. С водичкой василек я очень знакома. Это самый лучший тоник для глаз из всех, что я пробовала. Третья карточка. Это может попасться либо праймер масло фотофиниш, либо многофункциональный стик от Smashbox. То есть это можно использовать в качестве румяна, я так понимаю. В общем, и для губ и для щек. И масло праймер, я так понимаю, новое изобретение для сухой кожи. Как бы как средство ухода. Ну, стоимость и того и другого продукта тоже видите. Следующая карточка. Это ароматы ваниль и Датура Нуар от Serge Lutanz. Кому что попадет. Стоимость так и есть. Недавно просто проходил в магазине. Действительно, такие ценники. Датура Нуар это, по-моему, цветок. Да. В общем, да, я даже не прочту. Бургманси, что ли, как-то. В общем, это дурман. Помню, что называется дурман. Вот. А вторая это ваниль. Ваниль. Третья, что говорю. Следующая карточка. Это CC-крем. Совершенное сияние от Erborian. Интересно будет попробовать. С BB-кремом я знакома, а вот CC-кремом нет. SPF 25. Вот низкая SPF. Не помню, Крыгина, по-моему, говорила, что когда вот указывается низкая SPF, это значит, крема адаптированы для европейского типа кожи. Поглядим. В маске для лица от KILLS может попасться два варианта из четырех. Здесь ночная для защиты от агрессивных факторов окружающей среды в зеленой банке. В красной это для мгновенного сияния. Вот белая банка верхняя это маска для очищения пор. И внизу это ночная увлажняющая маска. Вот цена разная в зависимости от того, какая маска. Патчи от марки Skin Iceland за 10 минут устранят припухлости под глазами, успокаивают кожу и делают морщинки менее заметными. Это цена за упаковку. В упаковке, не помню, 7 или 10 штук. Как-то смотрела на сайте, не запомнилась. Масло блеска для губ от Clorans. Оно, по-моему, существует уже сейчас в трех вариантах. Вот такой вот рыженькая, красная с малиной. Еще какой-то появилась лимитированная версия. Цена уже 1700, еще недавно стоила, по-моему, 1200. Можно использовать самостоятельно или же используется на помаду для глянцевого эффекта и мгновенного увеличения губ. И от Веледа либо масло с сорникой, либо с лавандой, расслабляющее масло. Снимает напряжение, помогает при депрессии, подготавливает мускулатуру к физическим нагрузкам. Да, и последнее это шампунь и кондиционер от марки АВЕДА. Цена внушительная, надеюсь, продукты тоже. Шампунь, что меня продало, заявлено как эксфолиант. Очищает от остатков стайлинговых средств, в том числе из кожи головы. Ну и кондиционер обещает, что будет делать волосы более плотными. Подходит для ежедневного использования средств. Правда, странно, как использовать эксфолиант каждый день, как-то не очень понятно. Но вот так вот выглядит наполнение. Я сразу скажу, первое, когда открыла коробку, мое первое впечатление было, что это невыносимый запах. Я думаю, чем это так пахнет? Мягко говоря, я наконец поняла, что это вот этот дорогущий селективный аромат. Начала разбирать по нотам. По всей местор пахнет удовое дерево. Для меня это просто совершенно невыносимо. Это запах, вот еще как-то немножко повыветрилось, а то прям закрытая коробка. Просто ужасный запах. Сейчас вам покажу и выброшу сразу. Миниатюрка от Smashbox. Здесь объем... Какой же здесь объем? 4 миллилитра. Ну, в принципе, такой стандартный для этих баночек. Это праймер с маслом. Мицеллярная вода от Milvita. Не пробовала, ничего не могу сказать. Будет интересно протестировать. Люблю пробовать новые мицеллярки. Поэтому, конечно, радует. К массажным маслам отношусь спокойно. Сама не покупаю. Как правило, либо дарят, либо попадается вот в каких-то коробках, в общем, или каких-то акциях, что-то так вот как-то, где-то что-то. В принципе, я не покупаю. Если беру, то твердые массажные эти плитки от Lush. Это как-то поудобнее, чем вот эта жидкая масса. От Aveda тут три аж-тюбика, два с шампунем у меня идут по 10 миллилитров и один с кондиционером. Маски мне достались. Вот эта ночная маска в зеленой баночке и очищающая для очищения пор. Пробирка с ароматом ваниль мне досталась. Могла попасться Dator Noir, но мне попалась ваниль. Ну, в принципе, хорошо, потому что Dator Noir, я знаю, как пахнет, а ваниль нет. Патчи Skin Iceland. И что-то осталось. Укладился фокус. CC-крем от Airborian. Написано в оттенке Ivory, если я ничего не путаю. Вот. Надеюсь, он будет действительно светлый. И миниатюрка с маслом от... Ловись, рыбка большая, маленькая. Миниатюрка с маслом от Clorans. Сейчас я его достану. Мои впечатления... Так, вот. Вот так выглядит. Куда ж ты все время деваешься? Я тебя теряю. В общем, в масле здесь, по-моему, тоже сколько? 4... Нет, 2,8 миллилитра. Что по самому составу? Когда я смотрела фотографии, поскольку я взяла вот только вот коробочку, заказывала доставкой через почту. Сейчас он сфокусируется хоть как-нибудь. Доставку заказывала почтой России, поэтому... Уже были в интернете фотографии составов. И я когда увидела вот этот состав, я подумала, что вот бы мне он попался. Ну, мне повезло. Именно этот состав и вышел. Куда ушел фокус? Почему именно этот состав? Я очень хотела попробовать... Патчи-то глаза под глаза, по-моему, были в каждом составе. Мне очень понравилось их наличие. Я рада, что мне досталось вот это масло для губ, потому что я все время смотрела на него, но не покупала, потому что не была уверена, что я смогу использовать целую бадью, и не надоест там, или еще что. Вот. А этой малюткой очень будет удобно пользоваться, и поменьше объемом. Думаю, что можно будет распробовать. Если уж настолько сильно понравится, то тогда уже и задумываться о покупке. Вариация была вот трех продуктов. Мне все-таки хотелось, чтобы была вот эта мицеллярная водичка от Милвита, потому что я ее не пробовала, это будет интересно. Я заказывала эту коробку не с целью того, чтобы получить набор продуктов, которыми можно ими пользоваться, а чтобы попробовать новое. Так, в этом смысл был заказа этой коробки. Я не люблю кремовая румяна, поэтому я рада, что достался праймер от Smashbox, а не этот многофункциональный розовый стик. Вряд ли бы я решилась без затеста, да даже и после тестирования не знаю, смогу ли отдать 3000 рублей за шампунь. Поэтому очень интересно попробовать марку Aveda. Я с ней вообще не знакома. Вернее, нет. У меня было когда-то два продукта. Это был крем для тела и, по-моему, молоко, что ли, для ванны. Но я как-то серьезно не отнеслась, а больше ничего у меня и не было. Аромат с удовольствием протестирую, хотя с селективами я и не дружу. И Serge Lutance, как правило, тоже все время мимо. Но попробовать почему бы и нет. Масло очень удобный маленький формат. Я думаю, что такой формат можно будет использовать запросто. Всего лишь 10 мл. К тому же масла от Aveda у меня никогда не было. Вот эта маска у меня была, но я пока еще как-то дело до нее не дошло. Я еще не пробовала. Но в любом случае я рада, что именно эта маска, а не для сияния кожи. Потому что все-таки, как правило, такие маски агрессивные. Я к ним как-то не очень. Очищающая маска. Ну, не было никогда у меня очищающей маски от Kiehl's. Да, вообще я из Kiehl's пробовала только основной уход. Я имею в виду крема, там сыворотки. А вот с масками как-то, в общем, интересно это будет, конечно. Потому что если бы досталась ночная увлажняющая, я ее купила в полноценной банке. Зачем? Хочется что-то новенькое. Также интересно попробовать CC-крем от Airborian. Вот, да. Потому что с BB-кремом знакомо. Это мимо. CC-крем, конечно, пока еще нет. Ну, и вот только из всех продуктов, только вот эта пробирка мне не нужна совершенно категорически. А так всем я абсолютно довольна. Что касаемо коробки, она стоила 1350 рублей. Если я ничего не путаю. Стоит она этих денег или не стоит? Ну, на мой взгляд, стоит. А может быть, если бы, конечно, еще подумать, смотря с какой точки зрения смотреть. Если покупаете с точки зрения практичности, то, конечно, коробки от Allure это более практичный вариант. Все-таки там продукты в больших объемах. Там и лаки, и там, в общем, и шампунь, и чего там только не бывает в больших форматах. Здесь все такое маленькое, микроскопическое, что быстро закончится. С другой стороны, коробка стоит своих денег, потому что она заявлена как коробка люкс. Ну, по большому счету, если она таковой и является. Если не брать, конечно, во внимание Веледу, я не очень рассматриваю ее как продукт класса люкс. Это что-то такое, какая-то отдельная такая ниша натуральной косметики. Мелоид, ну да, наверное, да, Мелоид это относится к люксу. В принципе, я очень довольна. И к тому же, достаточно редкие вещи все-таки, как вот эти патчи под глаза. Нету азиатских продуктов, что меня радует. И продукты действительно новые. Поэтому я не жалею, что заказала. Представится возможность, я непременно закажу коробочку и еще раз. А может быть, и не раз, и не два, и не три. Напишите, что вы думаете по поводу состава коробки. Как вы считаете, оправдывает она свою цену или нет. Показалась ли она вам интересной. Или все-таки предыдущие варианты Magic Box были более удачные, на ваш взгляд. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо! Всем пока-пока!